Кольская скважина Кольская скважина – самая глубокая на планете. Она уходит под землю на 12 километров. Одни считают ее грандиозным научным прорывом, другие – дырой в ад, из которой доносятся стоны грешников, и вот-вот полезут демоны. Ну, насчет стонов и грешников есть, конечно, разные мнения, но как она появилась и что там нашли – в этом мы сегодня попробуем разобраться. Все началось в 60-е годы. Наука тогда стремилась не только в космос, но и, в принципе, во все неизведанные области Вселенной. А мы за разговорами об освоении Луны и Марса часто забываем, что под ногами у нас целая планета, которая еще долго не будет исследована до конца. В глубине Земли до сих пор множество секретов. В средние века люди были убеждены, что там находится ад, а отдельные ученые нового времени выдвигали гипотезу полой Земли. Жюль Верн даже написал про полую Землю целый роман. У него подземный мир населен выжившими динозаврами. К 20 веку наука уже неплохо представляла себе строение Земли, но в основном теоретически. Советские ученые решили прояснить вопрос раз и навсегда и сделать это на практике – просто пробурить скважину как можно глубже. Тем более, что в спину им уже дышали американские коллеги, как это часто бывало во времена Холодной войны. Была создана специальная лаборатория, которая довольно быстро выявила главную проблему. Под землей очень жарко. По расчетам, через каждые 33 метра температура земной коры должна была расти на градус. 10 километров вниз – это примерно 300 градусов. Таких температур тогда не выдерживали ни буры, ни приборы. Так что первой задачей было найти такое место, где земные недра были холодные. И его нашли. На Кольском полуострове были обнаружены выходы древнего кристаллического щита, одного из самых старых массивов земной коры на планете. Предполагалось, что за несколько миллиардов лет своего существования этот щит остыл. И на глубине 15 километров там всего-то градусов 150. К маю 1970 года началось бурение Кольской скважины. Когда слышишь скважину, обычно представляешь себе шахту, куда может спуститься человек. Увы, ничего похожего тут не было. Толщу пород уходила труба из алюминиевого сплава, а в ней двигался алмазный бур диаметром всего 20 сантиметров. Это была как бы тонкая иголка, проткнувшая многокилометровое полотно земной коры. Бур, снабженный многочисленными датчиками, регулярно поднимали и спускали. И то, и другое занимало по нескольку дней, потому что трост мог не выдержать рывка и оборваться под собственным весом. Тем не менее, каждый раз бур уходил все глубже и глубже. Первые 7 километров все шло спокойно. Потом начались проблемы. В основном долгая борьба с горными породами. Гранит на этой глубине был уже неоднородным, а слоистым. И то и дело осыпался, заклинивая бур. После каждого такого случая приходилось отклонять траекторию скважины в сторону. В результате она постепенно начинала напоминать дерево с перевернутой кроной. Несмотря на трудности, каждый километр скважины приводил к научным открытиям. Например, в конце 70-х, когда советская автоматическая космическая станция привезла на Землю лунный грунт, благодаря образцам и скользкой скважины удалось доказать гипотезу о формировании Луны и подтвердить, что она действительно была когда-то частью нашей планеты. Еще одно открытие казалось в возрасте Земли. Оказалось, что планета примерно на полтора миллиарда лет старше, чем предполагали в то время. Но вопросов по-прежнему было больше, чем ответов. Какие именно процессы происходят на глубине? Иногда можно было только догадываться. Случались аварии, опять же, иногда труднообъяснимые. Ходили слухи, что несколько раз бурт доставали оплавленным, хотя расплавить его даже на такой глубине ничего не могло. Или что пару раз огромный трос как будто бы дергали снизу, из глубины скважины, после чего он обрывался, надолго прерывая работу. А ближе к концу советской эпохи Кольская скважина вообще оказалась в центре мистического скандала. Друзья, хочу вас предупредить. Вы не сможете заплатить за обслуживание в банке «Точка». Вероятно, вам очень захочется это сделать. Особенно, когда вы оцените их человеческую поддержку и удобный интернет-банк. Но не получится. Обслуживание для новых клиентов в банке «Точка» бесплатно три месяца. Попробуйте сами. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на открытие счета для бизнеса до 30 июня. В один из дней 1989 года на шахту начало поступать множество звонков. Главный редактор областной газеты, секретарь обкома партии и еще масса людей самого разного рода деятельности. Всех их интересовал один вопрос. Откуда у иностранной прессы информация о том, что советские геологи пробурили дыру в ад и выпустили на волю дьявола? Новость к этому моменту была во всех желтых СМИ Америки. В газетах, на радио, на телевидении. Заголовки были соответствующие. Советы освободили сатану. Красные нашли преисподнюю. Ну и так далее. Описывались подробности. Якобы на определенной глубине бур начал качаться из стороны в сторону, пробив потолок ада. Пресса ссылалась на предполагаемого руководителя проекта, ученого с убедительным русским именем доктор Азаков. Доктор жаловался на то, что его команда в ужасе и отказывается продолжать работу. А часть специалистов вообще сошла с ума. Представляете, говорил Азаков в пересказе журналистов, конечно. Опустили мы под землю микрофоны. Слышим, кто-то стонет. Думаем, не может быть, наверное, помехи какие-то. Но мы сделали погромче, а этот человек от боли мучается. Померили температуру 2000 градусов. Поджаривают их там в общем. В эфир даже ставили записи предполагаемого дикого воя миллиардов страдающих грешников, который раздавался из дыры. Особенно сюжет понравился американскому фундаменталистскому каналу TBN. Канал некоторое время настаивал, что существование ада теперь доказано научно и неопровержимо. Первым историю про скважину озвучил в эфире популярный техасский пастор, ссылаясь на какой-то финский научный журнал с безупречной репутацией. Потом появились новые подробности и тоже из Скандинавии. В редакцию TBN прислал письмо некий норвежец, который сообщал, что советским властям удалось скрыть главное. А именно, ученые не только услышали стоны грешников, но и увидели, как из скважины сначала повалил столб светящегося газа, а потом вырвалось ослепительно сияющее существо с перепончатыми крыльями. Существо начертало в ночном небе светящиеся буквы. Я победил. По-русски, разумеется. И улетело по своим делам. После этого район оцепили, а местным жителям начали принудительно делать уколы психотропного вещества, стирающего кратковременную память. Деталь с буквами в небе показалась каналу TBN особенно убедительной. Под конец Холодной войны консервативный американский телезритель не сомневался, что в аду говорят на русском. В итоге оказалось, что финский научный журнал с безупречной репутацией – это финская «желтая газета». Причем никто не может точно сказать, какая именно. Звуки адских стонов взяты из фильма «Камера пыток» и тало-немецкого хоррора категории «Б», снятого в 1972 году. А норвежец, дополнивший сюжет письмом про Люцифера, это действительно норвежец, но только он все подробности выдумал от начала до конца. Он был потрясен тем, что каналу TBN история про дыру в ад показалась убедительной. Ну и решил докрутить ее до абсурда. По принципу, ну дыра ладно, но если я напишу, что из шахты вылез Люцифер, до них точно дойдет, что это прикол. Он специально указал в письме свой настоящий обратный адрес и номер телефона. Предполагалось, что журналисты позвонят, чтобы уточнить и проверить информацию. И тогда автор мистификации во всем признается. Никто, конечно, никуда не позвонил. В принципе, журналистов и зрителей можно понять. Наверное, зрителям можно было бы объяснить, что бур качался из стороны в сторону из-за особенностей трения пород. Голоса из ада были не записью на микрофон, а обработкой электрических импульсов с сейсмоприемника. А температуры не превышали нескольких сотен градусов. Но это все скучно и непонятно. То ли дело, потолок чертям просверлить. Это сразу наглядная картинка. У всех же есть соседи снизу. История ушла в народ и до сих пор ходит, как неистребимая городская легенда. Например, всего через несколько лет после описываемых событий работники Кольской скважины оказались в Австралии с лекциями по геологии. Губернатор австралийского штата Виктория приветствовал русских ученых вопросом. Ну, ребят, давайте рассказывайте, что вы на самом деле оттуда достали. Хватит уже скрывать. Пока зритель смотрел передачи про чертей, ученые продолжали бурить. В 90-м буровики Кольской скважины преодолевают 13-й километр горных пород. К июню они достигают глубину в 12262 метра. Это глубже, чем Марианская впадина и выше Эвереста. Начинаются работы по подготовке скважины к покорению 14-го и 15-го километров. Но происходит авария. На 8-километровой глубине обрывается колонна труб. Продолжение работ требовало долгого ремонта, обновления техники и больших денег, которых к тому моменту уже не было. Ну, а дальше наступил 1991 год и стало совсем уже не до науки. К 1994 году бурение Кольской скважины завершили. Она попала в книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий объект, созданный человеком. И до сих пор остается непревзойденной. Кстати, мистика на этом не закончилась. Друзья, здравствуйте. Очень короткий анонс. Вроде вчера начали, а уже четвертый номер журнала «Чтива» на обложке наш легендарный актер Сергей Шакуров. Я с ним сделал большое интервью. Дима Болдин сделал большое интервью с Гуфом. Также я поговорил с Олегом Шеляговым. Как это, 20 лет в банковском бизнесе, а потом возглавить сферу ритуальных услуг. Зоя Богуславская, муза многих поколений интеллигенции, тоже в этом номере. Кроме этого, Бронислав Виногородский, Илья Тютенков, Надя Михалкова. Огромное количество колонок. В общем, все, что вы любите. Самое главное, номер посвящен Москве и москвичам. Где они рождаются, куда они ходят, где они признаются друг другу в любви, где они обедают, ужинают, где они любят отдыхать. Все о городе Москве. Ну и, конечно, много исторического материала о нашей столице. Сам журнал «Чтива» уже вышел. Его можно купить по ссылке в описании на «Зоне». В 1995 году на глубине нескольких километров был зафиксирован странный шум, после чего раздался мощный взрыв неустановленной природы. Ни то, ни другое объяснить не удалось. Появились и новые мистификации. Якобы на вытаскиваемых из скважины бурах регулярно обнаруживали некое черное минерализированное вещество. И первичный анализ показывал в этом веществе некоторые необычные углеводороды. На базе этой информации была построена целая околонаучная теория, предполагавшая неорганическое происхождение нефти. Открытие некоторое время будоражило научный мир, но потом оказалось, что вещество на буре — это смесь из обычной соды, дизельного топлива и смазки, которая на глубине и при высокой температуре превратилась в нечто необычное. А городская легенда про то, как советские ученые докопались до преисподней, продолжала жить и развиваться. Про скважину снято несколько хорроров. На базе фальшивых голосов из ада записывают музыкальные альбомы. В 2010-е начался повторный всплеск интереса к скважине. Комплекс давно заброшен и наполовину разрушен. К нему иногда совершают паломничество экстремалы и любители техногенных руин. Одних привлекает мистическая сторона, других скважина больше интересует как символ погибшей советской утопии, вроде остатков шаттла «Буран» на Байконуре. Обычно считается, что 20-й век был светским и рациональным, но на самом деле у него была своя мистика, свои страхи и свои суеверия, просто околонаучные. В глубине души, даже полетев в космос, люди не перестали верить в ад. Но теперь им казалось, что до ада можно при желании докопаться каким-нибудь техногенным способом. Можно смеяться над американцами, которые поверили в то, что из советской шахты вылез Люцифер. А можно вспомнить реальную чернобыльскую трагедию, которая произошла всего за пару лет до этого. В Чернобыле наука тоже выпустила на волю зловещую силу. На уровне понимания массового телезрителя тех лет катастрофа так и выглядела. Но если оставить за скобками мистику и хорроры, окажется, что Кольская скважина все же принесла довольно много чисто научной пользы. Например, забавным образом подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболоид инженера Гарина». На глубине свыше 8 километров буровики нашли настоящий клондайк полезных ископаемых. Золото, платина, никель, радиоактивные элементы и многое другое было обнаружено в количествах, пригодных для промышленной добычи. Рекордные глубины несколько раз переворачивали представления о строении земли. Например, на 9 километрах нашли воду, что раньше считалось невозможным при таких высоких температурах и при таком давлении. Примерно на тех же глубинах были найдены микроскопические окаменелости живых организмов, возраст которых свыше 2 миллиардов лет. Вероятно, множество открытий еще впереди. Над образцами, полученными из Кольской сверхглубокой, ученые работают до сих пор. Ну а сама скважина надежно закрыта стальной крышкой и заварена чисто на всякий случай. Ну или для того, чтобы не вылезли с эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова